Привет! Это я не ворога, а я думал вас слышу. Что нас еще тут проявили? Что это проявили? Разумею. Он не взялся на правила, но не доставлено комитет бюджет. Нет, пусть придется. Кто будет решать? Это сегодняшняя тема моего первого утверждения, Продолжение следует... 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 по мере того, как наступает пища, и необходимо тщательное пережевание. Хищники же имеют такую струю челюсти, только отрывать куски и хватать, потому что они их не пережевывают, у человека, конечно, через цепи насмерть, и таким образом она подличная, и имеется возможность тщательного пережевания. Дальше идем по желудочно-кишечному тракту. С сравнительных характеристиками длины и пропорционально длине тела человека и хищника. У человека длина кишечника несколько раз больше длины тела у хищника, а длина кишечника примерно равна длине тела. Это очень устанавливает такая особенность, поскольку мясо входит в переработку и выходит на свои собственные образы, не затяживается и не происходят нилостные процессы. Дальше, если взять травоядные, шувачные животные, у них желудок встроен так, допустим, если взять корову, у них сложный четырехкаберный желудок, когда животные попадают в пищу, они попадают в первое отдел желудка, где происходит термичная обработка, там содержится микрофлора, которая эту пищу, допустим, траву, сено, перерабатывает. И потом, когда животное находится в более-менее спокойном состоянии, если это дикое, кровоядное, жвачное животное, то для него важно как можно быстрее захватить эту массу и скрыться от вас хищника. И таким образом, в спокойном состоянии оно может переживать эту жвачку, в которой находятся эти бактерии, это кишечная микрофлора, и это является тем белком, которое жвачное, травоядное животное получает. В результате, например, коровы, допустим, она наращивает белковую массу, то, что мы называем, мясо. Вот. И таким образом, выходит из этого, что человек является ближе к травоядным, и его главное питание – это плоды. Кишечник человека, желудочно-кишечник, сразу человеку устроен целый щелокус и желудок, выделяет в зависимости от поступаемой пищи либо щелочную среду, либо кислотную, и дальше происходит на крупном, физическом плане процессы переработки, то есть пищеварения. Те структуры, из которых состоит пища, если это фрукты и овощи, содержат клетчатку, целлюлозу, она должна перерабатываться микрофлорой в кишечнике. Наш кишечник содержит несколько сотен различных микроорганизмов, одни довольно приятные, другие – приятные. Если же человек пытается находиться на все едини, то у него в зависимости от пропорций пищи, термически обработанное мясо и сыроедение, может быть различных количеств, содержатся и эти бактерии. Когда поступает термически обработанная пища, то происходит такой процесс, как благостная, полезная микрофлора, скрывается в слепой кишке и в аппендиците. Ученые в учебниках по биологии по поводу аппендицита очень мало написано, буквально червеобразный отросток, при научении аппендицита. Вот, но когда происходит...